Инсульты Инсульты являются одной из основных причин смерти и инвалидности в мире, наиболее распространенной причиной судорог у пожилых людей и второй наиболее распространенной причиной деменции и частой причиной тяжелой депрессии. Короче говоря, инсульт – обременительное, но предотвратимое заболевание мозга. Согласно исследованию глобального времени болезней, крупнейшему исследованию факторов риска заболевания человека в истории, финансированный фондом Билла и Мелинды Гейтс, более 90% времени инсульта объясняется изменяемыми факторами риска, хотя некоторые легче изменить, чем другие. Например, около 10% из всех лет здоровой жизни, потерянных из-за инсульта, могут быть вызваны загрязненным атмосферным воздухом. Так что да, я имею в виду технически это модифицируемый фактор риска. Вы могли бы просто уехать из города в какое-то место с более чистым воздухом, но, возможно, проще просто бросить курить, что составляет 18% смертности от инсульта и инвалидности, примерно столько же, как в диетах с высоким содержанием натрия. Диеты с высоким содержанием соли столь же вредны, как и курение, когда речь идет о времени инсульта, но не так вредны, как недостаточное потребление фруктов и овощей. Да, есть и другие вещи, такие как малоподвижный образ жизни, который не так плох, как неупотребление достаточного количества цельного зерна, но из 89% случаев смерти от инсульта и инвалидности, которые связаны с изменяемыми факторами риска, полностью половина, по-видимому, связана с недостаточным употреблением фруктов и овощей. Потребление фруктов и овощей связано с более низким риском возникновения около десятка различных заболеваний, и инсульт находится на самом верху. По-видимому, существует линейная зависимость доза реакции, прямая зависимость между большим количеством фруктов и овощей и меньшим риском инсульта, что позволяет предположить, что риск инсульта снижается на 32% на каждые 200-граммовые увеличения фруктов. Это как одно яблоко в день и на 11% ниже риск для каждого эквивалентного количества овощей, особенно сильнодействующие цитрусовые, яблоки и груши, также темно-зеленые листовые овощи, один из которых можно пить зеленые листья зеленого чая. Употребление трех чашек зеленого чая в день снижает риск инсульта на 18%. Но ассоциация не обязательно означает причинность. Были ли когда-нибудь овощи, подвергнутые испытаниям в рандомизированных контролируемых испытаниях? Да, чеснок настолько сильнодействующий, что порошок чеснока можно всыпать в капсулу или в таблетку, чтобы можно было положить его лицом к лицу против сахарной пилюли. И чеснок победил плацебо в предотвращении прогрессирования CIMT, что означало утолщение стенок магистральных артерий до шеи, идущих к мозгу. Ключевой прогностический фактор риска инсульта, продолжая ухудшаться в группе плацебо, но не в группе чеснока, которая принимала все четверть чайной ложки чесночного порошка в день. Это будет стоить около копейки в день, и в любом случае сделает вашу еду вкуснее. Хорошо. Но было ли когда-нибудь интервенционное испытание, которое фактически следовало за людьми, чтобы доказать, что определенная еда уменьшала инсульты? Да. Орехи. Исследование PREDIMED показало, что 28 грамм орехов в день, что я рекомендую в своей ежедневной дюжине, снижает риск инсульта почти вдвое. Но подождите. PREDIMED? Подождите секунду. Разве это исследование не было отозвано? Испытание PREDIMED является одним из самых влиятельных рандомизированных исследований за всю историю. Однако в 2018 году оно было отозвано только для повторной публикации. После внесения необходимых исправлений из-за нарушений в процедурах рандомизации. Оригинальный документ был отозван. Но при повторном анализе они нашли те же результаты. Такое же снижение риска инсульта на 46% в группе добавленных орехов снизило 10-летний риск инсульта с 6% до 3%. Хорошей новостью является то, что риск инсульта может быть существенно снижен благодаря активному образу жизни, отказу от курения и здоровому питанию. Все, что нам нужно сейчас сделать, это просвещать и убеждать людей в преимуществах здорового образа жизни и питания.